У меня доклад тоже связан совершенно с другим, с другой телом, с другой стороны, как и предыдущий докладчик, я должна поставить структуру нарратива и наиболее важную мотиву. Очень давно, уже чуть не 20 лет назад, я опубликовала в журнале «Лизникового круга» работу, которая называется «Кровь на снегу», посвященную мотиву, теме, как скорее я назвала «Кровь на снегу» в рамской эпидемической традиции. Я опиралась на очень старую работу МНС «Москен», по-французски большая книга «Индийские сказки и запах», где он рассматривает, в частности, эту тему и считает, что этот мотив, тема, как я буду называть, скорее индийского происхождения. О чем это речь? О том, что персонаж или мужской или женский видит нечто, значит, на снегу капли крови, это в редуцированном виде, а в более полном виде эту кровь еще пьет черный город. И таким образом сочетание красного, черного и белого цветов вызывает некий такой яркий образ. и, предположительно, затем это становится брачным тестом, и герой сам на себя накладывает запреты. Я бы люблю только того человека, у которого будут эти цветы лицо или тело, как снег, щеки, как кровь и волосы, как море. При этом в своей давней работе я предположила, что, возможно, здесь, с одной стороны, я буду не доверять к тем, но, с другой стороны, считала, что здесь, конечно, дополнительную роль играет честный психологический момент, который, собственно говоря, таким образом никакого происхождения и бродячего пути пометь не может, потому что это, по данным Лешера, это так называемые цветовые тесты групповые, которые определенное яркое сочетание вызывает у наблюдателя определенные ощущения в данном случае сочетания эротического возбуждения с неким предчувствием трагизма. И я от этой идеи, в общем, не отказываюсь. Но в той давней работе я ограничивалась только одним сюжетом, несколькими вариантами, практически этот мотив откаляется, Ирландской саги «Изгнание сыновей устного». И в этом я, конечно, вижу свой недостаток. Теперь я выхожу сейчас далеко за пределы с одной стороны этой саги и рассматриваю другие сюжеты, в которых тоже повествуется такое возрождение, появление любви, а с другой стороны предполагаю, как бы здесь провести синхронматику и парадигматику. То есть как еще этот мотив трех цветов может реализовываться опять же внутри Ирландской же традиции. Теперь, почему запреты любви? Вы, наверное, не все читали, но это довольно известный сюжет. Считается, что он является источником распространенного и в разных вариантах существующего, конечно, предания, то есть легенды о признании изоги. «Обещанная королю Конхобору девушка Дейландра в уединении специально растет, но к ней имеет доступ только женщина-запреминательница уродливая по имени Левоха, что значит кривая. И когда девушка видит, как ворон пьет на снегу кофе и говорит, что я люблю только такого человека, да, сразу говорит ей, честь тебе и удача, потому что рядом с тобой вот такой человек – это Найси. Сыну с тобой подальше появляется, сразу в ней вспыхивает любовь. Найси не хочет с ней уходить, потому что понимает, что это влечет за самый страшный конфликт. Но дальше она его уговаривает. И это второй момент сюжета, второй такт, который я как-то называю, когда она говорит, ну в частности, позор на твои уши, если ты меня не увидишь. Других вариантов тоже просто есть, я на тебя накладываю, за рог я на тебя накладываю. Но, с другой стороны, нужно найти упоминание об этой же триаде в другом тексте, очень интересно, похищение старт-тройка, где совершенно не уговорится ни о какой рукавовой вине, ни о каких закрячих. То есть, с точки зрения синтогматических функций, эта тема исполняет совершенно другую. Это сразу изгнание старт-тройка, где говорится о том, что родного человека, там, король хотел нарушник убить и заставил плыть по черной воде козелу, ну там, чтобы найти меч, где специальные ягоды. И дальше говорится, что дочь этого короля показала что не видела она ничего прекраснее, чем Фрейд, приплывающий темную воду, и тело его сверкающее, и волосы черные самые прекрасные. Говорила, что она ни в половину, ни на три не сравнился ни что с углом. Но в дальнейшем это никак не играет роли, потому что да, они нам проявили друг друга, но он не может быть, что я бы так сказала. И в дальнейшем они собирались выйти замуж за другим цветом. И это исполняет функции, скорее, орнаментальные. Но сочетание трех цветов, поверленную икею, это наиболее алкогические, сверделяемые системы, и предстает как привлекающее к себе внимание. В этой саге, которую я процитировала, оно всего лишь называется как красивое, причем даже на оценку, что интересно, нарадов радует пуста героиня и фильтровая, что поражает эффект сабового косвенного дискурса, о котором писала, например, Парчо. Когда говорил, что полиспорватель в неположенном его тексте частично уступает персонажу свое право и речевой ад. Собственно говоря, такая же субъективная интроспекция классического плана представлена и в саге Адельте, где волк, пьющий кровь на снегу, описан не объективно, но дано его субъективное восприятие через глаза героини. И сочетание трех цветов в коске видит очень архаический и эндопийский мотив, как своего рода сукрализованный брачный тест. Отчасти он может реализовываться и в мотиве Белоснежки, когда беременная женщина, у Кушкина тоже это есть, говорит, что вот такой будет цвета у моей дочери. И имплицитно мы уже можем говорить о практической судьбе этой дочери. Это подробно давно было проанализировано, полномополивкой в сказке Анастана. Братец Грим, это называется мотива Роснежка. Теперь, данную маркированную деталь в свое время предлагал называть мотивом, еще Веселовский, предполагая, что архаический традиционный сюжет и вырастает из особых отследовательностей мотивов, которых он видел, цитируя формулу, отвечающую на первых порах общественности, на вопросы, которые природа ставила человеку, в книге закреплявшей особенно яркие, казавшиеся важными или повторявшиеся впечатления от действительности. Теперь, мне кажется, сочетание трех цветов действительно может быть названным. Действительно, конечно, яркие впечатления, но повторение этой детали в нанативе, как я думаю, не может еще превратиться в мотив. То есть мотив в данном случае, я предлагаю понимать этимологический словом мотив как стимул, как кулазацию, как причину, или как я называю кулазацию или кулазацию. Теперь, и моя задача в данном случае состоит не только в том, чтобы выявить происхождение этого традиционного образа, скажем, сколько показать более архаический сюжетный архетип, который, как писал еще летний из-за того, чтобы не строится на особом порядке сцепления сюжетных блоков. И темно-энергетический сюжет, конечно, взятное, и в связи с этим чтением, из работ Неметитского, который на базе сопоставительного изучения разного разных схем, сделал вывод, на раннюю ступень развития эти повествовательные схемы и отличаются, если они весьма разнообразны, но внимательный анализ обнаруживает, что многие из них являются своеобразными трансформациями кирпичных элементов. Эти кирпичные элементы удобнее всего было бы назвать сюжетными архетипиками. Теперь в совет другой вербанской преследовании Диармайи Грайды, которая дошла до нас в очень поздней традиции, дошла от двадцать одна рукопись, которая датируется от семнадцатого, даже то с начала двенадцатого века. Мы тоже встречаемся с тем же архетипическим сюжетом, повествующим огнезапное возникновение любви невесты, короля, и его дружины. И там тоже описана активность женщины и интересно кирпичных элементов. Честное заклятие, которое она накладывает на возлюбленного, требует, чтобы он убежал с ним. И садку, конечно, тоже заканчивается описанием гибель героя, тогда как героиня в этом тексте возвращается к назначенному супругу. Там в первом тексте она тоже возвращается, но потом кончается. Цель эпизода, составляющая длинный, очень сложный уже гораздо более запутанный текст, в значительной степени не отличается от краткого прудо-сюжета от эльфы. Однако, собственно, каузативная зачинь остается примерно тем же. Но, что интересно, что обращает на себя внимание. В саде, в саде, в преследовании тоже присутствует тема наличия трех цветов будущего возлюбленных, но она утрачит может быть каузативность и предикативность и становится ордаментальной. По крайней мере, такое впечатление создается на первый взгляд. И я думаю, что именно такая трактовка также ордаментально, но уже, а не предикативно, оценивалась поздним компилятором. Теперь, что там говорить? Фин приходит для такой торжественной помолвки, как еще не свадьбы с дочерью короля Кормаха. И на этом перу она сидит то ли рядом, то ли напротив с друидом и начинает спрашивать его, зачем вот он пришел, как будто она не знает, на самом деле знает. «Что за причина для прихода в этот дом вечером Фина Монковова?» «Если ты этого не знаешь, сказал бы мне удивительно, что и я этого не знаю. Мне бы хотелось узнать об этом от тебя, сказали. То есть, конечно, они оба знают, но и важно в данном случае, чтобы друид вермализовал действие. Вот на уровне эксплицитного разворачивается довольно сложный детективный сюжет, потому что в саге говорится очень сложный счастлив, потому что это война уже давно удивила. Диормайда. Но как бы сделает вид, что ничего не знает. Но на уровне эксплицитного действительно оказывается, что друид рассказывает ей, что это это люди, и называет некоторых персонажей, и затем, наконец, доходит очередь и до Диормайда. «А кто этот муж цветущий сладко речил?» – сказала она, у которого левые угольно-черные волосы и отборные яркие красные щеки слева от Осина. Это Диормайд с белыми зубами и сияющим лицом, и его больше всех любят женщины и девушки всей Дурандии. Теперь можно предположить, что в саге Диормайд, как лучше возлюбленных всех женщин, представленных героями именно друидов. И эта тема, скорее, оказывается довольно важной. И мы вспоминаем Леверхант, которая тоже самое подтолкнула Найси, то есть подтолкнула Дейертера к Найси, сказав, что возлюбленный, который только ей наличен, он уже и есть. Но нужно вспомнить и о третьем, не существующем участнике описанной сцены – это адресат, который, как правило, я считаю, уже в своих формовых знаниях имеет представление о том, что сочетание трех цветов, которые у Диормайда представлены, но не названы как привлекающие, уже идет речь о том, что будет нарушение запрета, о том, что будет запретная любовь. Вы на меня смотрите зачем? Вы с интересом привлекаете, что уже пора кончить. Привет. Показывайте, я вам третьего не показываю. Я в ужасе думаю, про эту погущу. Как раз при шапочке, чтобы вы еще вас услышали. Красная жапочка, совершенно верно. Собственно говоря, если бы запрета не было и не было бы его нарушения, и Проб об этом писал, если бы сестра Ювашечки не увлеклась игрой с подружками, если бы жена Синьи вороты сказала ясное дело и ее не открывала, но ты думаешь зачем? И если бы красная шапочка не стала разговаривать с утками, то как бы и сюжет бы не реализовывался. Во многих фактвертных версиях преданий о Дермайде и Крайне, тема цветов уже изнорадцы практически из уходи. Но для того, чтобы рассказ не превратился в банальную повесть о Дмитрии, о том, что при «Муже», там уже фактверт называется, «Муже» огромное количество текстов и политических, и прозаических записанных, чтобы это не просто, что жена уходит от мужа к молодому губнику, который просить, вводится совершенно другая тема, но тоже исполняющая роль кланзативной детали, и это волшебная губника. То есть по-ирландски и по-шатански это волосы и холмик любви, которая была в основном на губ, иногда на скуле, иногда на виске, иногда на локте. Но известно, что ни одна женщина не могла, видев эту розньку, не испытать к нему любви. Поэтому в некоторых вариантах текста она спрятана под повесткой, и Диармай специально не хочет, чтобы была блюдна, особенно чтобы Грайма ее увидела. Например, в одном из вариантов Грайма с девушками идут купаться в озере, и одна девушка начинает тонуть. Диармай попросается, чтобы ее спасти, повязка падает, и Грайма видит родину, и тут же у него, конечно, в любви. Ну, если Саков, преследование изгнания сыновей Устаха, это просто эпизод, как в синдагматическом улыбском церкви, и на самом деле она не для того, чтобы рассказать о любви, не для того, чтобы рассказать о Дель, а чтобы показать, что король Конхоборс проявлял себя иногда плохо, и политический характер, то мы имеем текст диармайда в фольклорной традиции, в цикле Лейстерском, или цикле Афинии и его войны. Что я имею в виду под текстом диармайда? Его биография выстраивается в разных сюжетах довольно полно, и существуют темы, тексты, в которых рассказывается, откуда он эту родинку получил. Это разные тексты и разные варианты, но, как правило, это происходит в результате появления какого-то магического персонажа, который обладает этим магическим свистом. Вот у меня дома нашелся текст, записанный в 1932 году, от Михаила Япцина, который якобы повествует о посещении Осина в страны вечной юности в Дерманах. Но там присутствует вставной эпизод о том, как Фин, Осин и Диармайд, вдруг нашли в лесу странный дом, хозяин которого сказал, я выполнил самое заветное желание каждого из вас. Фин сказал, чтобы его пирс всегда находил на охоте, Осин сказал, что он хочет бывать в стране вечной юности, а Диармайд сказал, чтобы его наделили, видимо, он знал уже такой возможной родинкой, которая будет обладать соответствующими функциями. И в этой сказке, если можно так пользоваться дальше, подруже рассказывается про осина и страну вечной юности, а не про охоту Фина, не про Диармайда, текстов нет. С другой стороны, есть шатанская поэма, еще на начале XVII века записанная, где говорится о том, что один Диармайд курял по лесу и увидел страшную сторону. Но она, это уже мотив такой, что известный, в обмен на родину, предложила ему соединиться с ней, и тогда, после того, как это произошло, она дала ему вот это вот родину. Теперь, изоадация естественного вопроса, присутствовала ли Диармайд и какого-то активного стимула в сюжете о Диармайде изначально, или в истинной традиции была выпущена, или наоборот, в рассказе о любви крайне в Диармайде стимулы и мотивации изначально револации, давая триада, на которая затем уже как-то истребалась и должна была быть заменена родиной. Я на этот вопрос ответа не имею. Я думала, что каждая традиция имеет как бы свои, в данном случае, сюжетные опоры, и что сюжет о Диармайде не крайне существовал в разных несколько социальных даже стратегиях. Поэтому я думала, что в аристократической русской традиции, когда напереду рассказывалось вот что-то, скорее присутствовала триада, а регионная родинка существовала скорее в фольклорной традиции. Теперь, откуда родинка вообще? Есть исследователь такой Дахер-Кулын, в котором он высветил довольно много разных исследований, и другие тоже. Кун считает, что это, вот как Каскет считал, что три цвета восточного происхождения, и Кун считает, что это из восточного происхождения, и восходит к магии, которая описана даже в магических папирусах, игилитских и всего прочего. Я здесь цитирую большой кусок из Сутерикона Петрония по любовной магии, где тоже специально, там немножко не так, но плевки, заговоренные камешки, и затем на лоб наносится некая точка, вот в псевдородинках, которая не привлекает любовь. Самого мужчину вызывает у него абсолютно эротическое возбуждение. Но что интересно, что в данном случае мы можем сказать, что если бы, опять же, даже у Петрония, который я считаю натяжкой, присутствие кортуньи оказывается необходимым. на другой работе, это родинка, как некий заговоренный и наговоренный объект, сравнивается, естественно, вот мы видим с любовным напитком, который известен по другому сюжету, о кристальной изоле. На самом деле, о кристальной изоле существует очень много разных текстов. Поэтому сказать, в какой именно, я не приведу, я как-то вдруг потом потерялась и поняла, что наиболее представлено это в переводе на исландский сага, но и еще в ирландский, по-французски, который считается изначально, и там все ферментарно. И так я вам показываю схему изгнания сыновей густыха и преследования армайдой грани. Мы имеем магического субъекта, которым является либо другим, либо легком, либо вот эти вот уже даже в партлёре встреченные персонажи. И магический объект, которым занимает с точки зрения нарративная модификация, но это уже как бы место. Но как тема может реализовываться по-разному, и как предприятра, и как родина. Эл – это естественная женщина, которая затем действует как вербальное убеждение, я бы сказала. Я назвала это словом «заклятие». Оно тоже может на уровне парадигматики по-разному реализовываться. В одном случае насмешка на твои уши, потом она ещё в одном тексте была очень интересная. Ты увидишь, если меня не уведёшь, ты увидишь лицо между лица над водой. Неизвестно что, но действительно очень страшно. Она воздействует на мужчину, и они ведут. В пьесе уже Синга «Тэр-эр-эр-эр точь печаль». Там она воздействует на него таким образом. Она говорит, если ты меня уведёшь, и мы с тобой убежим, то подумай, повести о наших странствах останутся навсегда в веках. Действительно, это так и есть, но это цитата из другой саги Фракуфулина, которая говорит, я согласен день и ночь всего лишь прожить на землю, лишь в користи обо мне сохранились в будущем. Бегство – это уже другой мотив. Это шестой мотив. Но, что интересно, вот мы имеем здесь, условно говоря, три старые зоны. Мы имеем тоже пятичастную структуру. Мы имеем волшебный напиток, который своими корнями выходит просто неизвестно куда, потому что у них все же есть, и сейчас они есть. Мы имеем зато, поскольку магия меньше, мы имеем посредника. Это, условно говоря, гранжиена, которые вместе, вот если вы видите, они вместе выбивают на рисунке, на картине Дункана к Вагнеру, и затем то же самое, собственно говоря, вот это речевое воздействие, заклятие какое-то уже не нужно. и таким образом, сохраняя пятичастную структуру, подобно тому, как я бы сказала, что когда кладерная группа упрощается, то, как говорят лунисты, называют компенсаторное продление гласного. Поэтому здесь компенсаторно вводится посредник. И таким образом, один мать-героиня готовит этот волшебный напиток, а другой, служанка, подает. Теперь, что мне в данном случае, почему я на это обратила внимание? Тоже, довольно много лет назад, я прочла книгу, которая вызвала у меня совершенно, тогда еще такое, как сказала, удивление детское. Это роман Марии Кунцевич, «Ты станешь, 46». Действие происходит в Англии, вот в 46-м году. Все реалистично. И там соблюдается примерно эта же структура. Но, как я понимаю, автор не полностью все реализует. Что там исполняет роль магического объекта? Музыка. Пластинка, которую случайно, пластинка с симфонией Франко, магическим субъектом является мать-героиня, посредником мать-героя, которая как бы понимает, что они скорее предназначены друг для друга, и есть пожилой профессор, за которого эта девушка выходит замуж. Она случайно ставит эту пластинку, которую мать-героиня прислала с письмом запроводительным, послушая эту пластинку, только когда вот останешься вдвоем с мужем. Ну и после этого любовь и бегство, там дальше очень много всего совпадает, и в данном случае, конечно, кончается трагически. Тристан не умирает, но умирает как бы и Зоя. Но смерть ее не настоящая смерть, а она становится актрисой Голливуд, и поэтому полностью как бы свое духовное начало играть. Теперь, и то же, что интересно, если вот этот вот сам по себе, с точки зрения уже не глузативной детали, но как тема музыка, оказывающая магическое воздействие, то я даже могу предположить, что Мария Гудзевич могла, по крайней мере, знать, скорее всего, наверное, знала раннюю новеллу Томаса Манна «Тристан», которая так и называется, наверное, она привлекла ее внимание, в которой рассказывают, если уже у него происходит туберкулезный санаторий, и героиня находит партитуру Вагнера «Тристан», ты же не партитуру, а так, музыку, и играет. И когда она играет, то один из тоже посетителей этого в санаторий, влюбляется в нее, и она, слышав свою же музыку, тоже влюбляется в него, но данной реализации совершенно нет. Случайно найденные ноты, музыка, любовь, но векства нет, потому что наутро уже от во мнении героиня просто умирает. Таким образом, мы можем сказать, что мотив действия, то есть, вернее, тема действия, волшебного действия, синтагматического воздействия музыки на эмоциональную сферу, как бы, отчасти подсказан того самого, в чем, естественно, я не могу быть уверена, но отчасти подсказан, наверное, был известен жизнью. Но синтагматически он в данную схему уже у дома самая не вписывается. Наверное, все. Теперь, у дома, это, значит, у меня была гравюра, здесь полное искажение сюжета, потому что у него, она сама подносит на видов именно ту мини-парки здесь посредников, и они вместе взаимно кампы пьют. И в данном случае, что я могу сказать, что во мне вообще немножко здесь очень далеко ушло от детской энергетической системы. – Все. – Вот один такой вопрос, да? – Пожалуйста, вот в этих произведениях художества, которые Вы в конце анализировали, там присутствует световая триада, либо… – Нет, 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 совершенно не присутствует. – Нет, нет. – Не именно интересна Муракуцевич тем, что она воссоздает синтагматику, но это паратигматически заменяет ее. И у нее там есть пес, и, например, там у нее есть дракон, который его убивает Твистан. Но на самом деле это не дракон, а 1946 год. Это он вспоминает, что он убил немца, подвесил его и вырезал его язык. – Он вообще язык он с собой логового хранил, там это он живет на половина полях, он там и какие-то вещи. То есть все то же самое, все детали нарратива реализуются во современной жизни конца войны и после войны. Теперь там есть Изольда, вторая Изольда, которая зовут как жена, она живет в Америке, и он уезжает к ней потом в Америку. – Спасибо. – Можно спросить по цветам? – Да. – Я прослушала или Вы специально не упоминали Виктора Форнера, черный, белый, красный, как символические цвета наиболее древние и первопутные народы? – Специально. – А почему? – Потому что я упомянула Виктора Форнера, конечно, я знаю, что вы видите, но их просто очень далеко упоминали. Конечно, конечно, естественно. Но, собственно говоря, когда я упомянула Виктора Форнера, и она начинает обрастать особой семью. – То есть Вы идите дальше, лучше, чем Вернер? – Как они? – Я лучше, чем Вернер? – А, нет. – Да. – А Вы говорите, почему они такие? – Это лучше, чем Вернер? – Он исходит на личность. – Я не объясняю. – Ну, если глупше, то это не глупше. А Вернерке, которые провели исследования на огромное количество… – Психологи, а по количеству? – Да. – Ну, да. – Ну, да. – Ну, он, конечно, не нравится. – Я думаю, что их исследования, и его исследования, и другие просто даже не как бы друг друга подтверждают в данном случае. Одни описывают, что потом идет, а они описывают, почему в данном случае. – Да. – С ним, правда, в Вернерке очень много спорили, и некоторые еще дальше не совсем так, но спорили с последующим развитием, там, развитием пятой, шестой, седьмой стадии, вот они доводят до семи, уже считается не совсем правильным. Но то, что касается первой и второй, то это никто не оставляется. Потому что, если когда появляется все понятие цвета, то цвет – Спасибо большое. – Я все-таки должен предоставить слово следующее.